Предупредительные противопаводковые мероприятия по ослаблению прочности льда в этом году будут проводить на 47 затороопасных участках рек Республики. Об этом стало известно на традиционном научно-техническом совете Ленского бассейнового водного управления. Сюжет Виталия Абрамова. Итак, весна в этом году ожидается относительно раннее, примерно как и в прошлом году. Соответственно, и ледоход, подчеркну на лене, должен пройти так же. Этому поспособствует относительно теплая нынешняя зима и толщина льда, которая в этом году повсеместно не превышает норму. Однако, совсем иная ситуация может сложиться на реках Яна, Индигирка и Колыма, где запасы снега превышают норму в два и более раза. Почва в бассейнах этих рек очень переволожнена, и поэтому мы в этих районах ожидаем, что прохождение весеннего половодия будет проходить при затоплении или подтоплении каких-либо населенных пунктов. Но чтобы уменьшить вероятность сильных заторов, на реках республики ежегодно ведутся работы по ослаблению прочности льда. Ослабить лед предстоит на территориях Ленского, Алёкминского, Намского, Хангаласского, Кобяйского, Верхнеколымского и Среднеколымского улусах. Распиливаем порядка 60 километров, 57 километров и более 600 гектаров зачереняем. Это достаточно большие объемы, они определены рабочим проектом, поэтому работу мы должны уложиться в срок и проводить все эти работы. Превентивные работы по ослаблению льда начнутся в середине марта. В случае же ухудшения ситуации за безопасным пропуском паводковых вод будут следить более 16 тысяч человек РСЧС Якутии. Вместе с работой оперативных групп также созданы команды подрывных мероприятий. Все это у нас спланировано. Кроме того, без внимания не останутся реки Алдан, Амга, Нюя и Тяня, где на 25 участках будет зачернено свыше 180 гектаров льда, а также распилено 3 километра на 4 участках. Виталий Абрамов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.